Всем привет, ребят! Доброе утро! Сегодня у нас среда, поэтому Макс у нас дома, потому что в среду у него нет детского сада. Я сейчас буду загружать влог, который мы снимали еще в воскресенье. Это видео я все никак не могла смонтировать, потому что мы приболели немножко. Поэтому сейчас только буду выкладывать. Девчонки в школе. Кстати, на следующей неделе у нас опять целых 4 выходных. В мае очень много праздников. Отдыхаем четверг, пятницу, субботу и воскресенье. Вот. На прошлой неделе 4 дня отдыхали. На этой неделе понедельник был выходной. И на следующие опять 4 дня отдыхать. В лагерь девчонки собираются вроде как через 2 недели, если я не ошибаюсь. Да, через 2 недели девчонки пойдут в лагерь. Ксюше почему-то не очень хочется. Знаете, почему она не хочет? Потому что они там будут ходить в поход. Как сказали, поход будет где-то на 4-5 часов. Куда-то они там пойдут, далеко. Ксюша, она вообще не любит ходить. Тем более на такое большое расстояние. Поэтому ее вот это вот единственное пугает. То, что они будут ходить в походы. Вообще этот лагерь, он обязателен для всех. Когда у нас солнышко, Бонни утром всегда вот здесь вот лежит. Загорает. Потом бедная заходит, водичку пить и бежит. Давай, лежишь, никто тебе не мешает. Иди. Иди, загорай на солнышке. Иди, грейсер. Подвечаю на несколько вопросов. Не обращайте внимания на этот экран. Такой заляпанный. Все у нас с этим компьютером сидят. Как давно вы решили переехать? Почему появилась эта идея? Эта идея у нас появилась еще в прошлом году. Почему же мы именно решили переехать? Почему именно Испания? Каждое лето мы ездили отдыхать в Испанию на летние каникулы. Нам там очень понравилось. Нам понравилось море. Нам понравился климат. Нам понравились люди. Мы посидели, подумали, решили, почему бы нам не попробовать пожить в другой стране. Здешний климат нас не очень устраивает. Как вы видите в наших влогах, в наших сторис, в инстаграм, что здесь очень часто идут дожди. Здесь, конечно, тоже есть солнышко, здесь бывает тепло. Поэтому к нам и пришла эта идея. Мы хотим попробовать пожить годик-два. Если все будет хорошо, мы останемся. Если не приживемся, так сказать, то мы тогда вернемся обратно. Я тут смотрю, многие пишут насчет котенка. Знаете, я тоже так считаю, что, скорее всего, лучше взять котенка, как мы переедем. Тут тоже многие нам советуют. Ну, есть несколько причин. Во-первых, котеночек еще маленький. Нам ехать долго. Нам ехать часов 15-16, если не больше. И представляете, да, какой ему стресс. Тем более, там, не знаю, не в туалет не сходить. Как бы это не собака, да, которая на поводочке выгулила, она там на травку сходила, и все. Я тоже думаю, лучше подождать, а там уже спокойненько взять котенка, который понравится. Маргуша вернулась со школы? Нет. Сейчас буду готовить обед. Подогревать, то есть, нужно. А вот она, слушай, не гасай. Фу. Бонни. Макс, расскажи стишок наш от Таня. Нет. Ну, расскажи. Ты же рассказывал. Девчонки едут в лагерь 14-го июня. Да? 14-го июня. В понедельник они выезжают, и в пятницу они домой возвращаются. С понедельника по пятницу. Каждый день будем получать вкусняшку. Я думала, что... Я думала, что лагерь бесплатный, оказывается, нужно платить. 50. За еду. А, за еду. За еду. Так. Будешь снимать на камеру? Да. Что вы будете кушать, чтобы я знала потом, что вы хорошо ели? 50 франков это 4113 рублей. 8226 за двоих. Только за питание надо платить. Да, за все остальное не нужно платить. На неделю 50 франков еды. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. Вы в обед уже будете дома. Как же Бонька будет без тебя? Маргоша. Возьмешь с собой Бонь? Бонь, поедешь? Сюша, шаппл дэнс. Так, без хамиката танцуй. Ты шаппл дэнс? Да. Ты что, напялила? Вы на улицу пошли? Да. Смываешь макияж? Маргарита не ходит с макияжем на улицу. Она красится только дома, она не ходит ни в школу, ни в школу. Потому что она пейнтер. Я в школу иногда только просто... Фондайшн. 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 Смываешь макияж. Маргарита только что снимала видео, насколько она укройта ману. Ой-ой-ой. Куда вы пойдете? Вы пойдете кататься? Да. На чем? Я на скиборде, а мама. На самокате? На самокате. Пейнтер. Что ты делаешь? Короче. Хочу пирсинг. Пирсинг в нос? Да. Так. Ну... Сейчас мне нужно вот это вот все убрать. И потом я буду печь один пирог. Очень вкусный. Рецепт очень простой. И эти продукты, я уверена, есть у каждого дома. Вот такие ингредиенты вам понадобятся. Сахар, мука, молоко, сливочное масло и яйца. Я купила вчера... Я не знаю, как она называется на русском, если я не ошибаюсь, что это кисличка. Такая вот огромная. Ну, я не знаю, будут они кушать или нет. Не, давай я сделаю. Я потом в следующий раз сделаю с этого. Вот такая вот у меня формочка. Я не знаю, сколько у нее диаметр. Я сначала начала делать, как вот здесь написано, да, брала столько же, сколько и говорят. Но у меня получилось мало на вот эту форму. Поэтому я взяла в два раза больше. В два раза больше прям идеально. Так, ну что, начинаем. Вот они, ингредиенты. Здесь мне нужна мука. Ложка разрыхлителя. Сахар, сливочное масло, яйцо. Шесть столовых ложек молока. Ванилин. Вот. Делается очень просто. Просеиваем 300 грамм муки. Добавляем пакетик ванильного сахара. Затем 4 столовые ложки сахара. Щепотку соли. Две чайные ложки разрыхлителя. И все хорошенько перемешиваем. Берем мягкое сливочное масло. 100 грамм. Разрезаем на мелкие кубики. И затем добавляем в мучную смесь. Предварительно я помыла руки. И теперь тщательно нужно смешать масло с мукой. Нужно растереть в мелкую крошку. Вот так у меня получилось. Далее берем 2 яйца и 180 миллилитров молока. Хорошо смешиваем яйцо с молоком и выливаем в нашу крошку. Хорошенько перемешиваем. Тесто получается с маленькими комочками, но ничего страшного, так и должно быть. Теперь берем сливу. У меня 5 штук небольшого размера. Вытаскиваем косточки и нарезаем на небольшие дольки. Края формы смазываю маслом и заливаю тесто. Хорошенько разравниваем и начинаем выкладывать сливу. Теперь берем 50-70 грамм сахара и просто вот так вот сверху посыпаем. Духовочку включаем на 170-180 градусов. 175 я сделаю. Так, и теперь мне опять понадобится сливочное масло, только его нужно будет растопить. Так, и масло мне нужно 50 грамм. Можно было его раньше еще растопить, но я что-то забыла. Так, все, масло растопили. И теперь равномерно будем сверху поливать. Пирожок сейчас поставим на 30-35 минут. Да, тебе, тебе нельзя. Нельзя тебе и с ними, да, бедная. Не с кем тебе поиграть, друга тебе срочно надо. Вот они так веселятся каждый день на лужайке, на травке зелененькой играют. Подарим тебе дружка, да? Будет скоро у тебя дружок. Обязательно, обязательно. Будешь тоже играть, бегать. Да, тебе тоже хочется. Духовочка согрелась. Теперь берем наш пирожок. На 30-35 минут. Чай. 35. Так, на ужин я, наверное, сделаю спаржу. Приготовлю. Это у меня филе каудейки. На гарнир я сварю рис. Давно на рис не пушали. Такой вот. У меня кукурузка такая вот. Она, кстати, уже готовая. Ее просто нужно подогреть. Она уже вареная. Такой вот соус для спаржи. Это место, где я засаживала травкой. Она уже так выросла. И вообще трава у нас очень высокая. Хоть коров сюда запускай. И нужно купить еще удобрения. И засыпать на вот эти вот желтые места. А здесь вообще трава не выросла. Вот здесь вот трава выросла. А вот эти полосы не растут. Туда только не нужно, а то она убежит. Смотри за ней. Следи за ней, чтобы не убежала. Смотрите, как он поднялся прям до самого края. Так, рис я ставлю вариться. Че ты делаешь? Рис варю. Я еще решила отварить брокколи. Немножечко отварю, чтобы в духовке оно долго не готовилось. Индюшка, она, видите, так вот нарезана. Такими стейками. Спаржа, она готовится быстро. И еще кукурузку добавлю тоже. Музыка. Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну что, вот такой вот пирожок получился Тут уже откололся кусочек Смотрите, у него корочка такая Хрустящая Здрасте Ола Хорошо Хорошо, нормально Ну возьми на ручки Возьми меня на ручки, я тебя убежу Это твоя, а что такая большая Папа тебе купил Большущая Сюда лимончик, фрукты И потом ты будешь пить водичку со вкусом Да, видишь, здесь показано Можно мяту туда закинуть Овощи тоже готовы С индюшкой Рис готов Пирог готов Сегодня что-то я разогналась Многие, наверное, думают, что я Люблю готовить Нет, не всегда Я не всегда хочу готовить Мне не всегда нравится готовить Не всегда есть желание Я не могу сказать, что я прям Люблю готовить Нет Я как-то, ну, 50 на 50 Девчонки пришли Так, папа сейчас опять тут нам И вот здесь вот плохо выросло Насыпет везде Удобрение Нет, ну, нужно вот только вот сюда сыпать Побольше, побольше Чё так мало Прям хорошенько сыпь Мне кажется, такой травы никогда не было здесь Даже когда мы въехали Да? Хозяйка приедет, скажет О, вы что сделали с нашим газоном? Почему он такой красивый? Смотрите, мои ромашечки распустились уже Это я сажала их в прошлом году В прошлой весной В прошлом летом даже Год они простояли Теперь распускаются Не мешай, не мешай Ей путь кувыркается Ей нравится У тебя бровь срослась, что ли? Да Ванночка с бабушками У тебя где зуб твой? Он упал на улице Ты видела себя? Ага Писох Ну, углубнись еще Это мои любимые Мирос, а я Ну-ка, покажи Ну, Мирос Да, ну углубнись Смотрите, у нас уже их три А зачем еще две взяли? Папа Одну мне, да, наверное? Да Подари нам свою голливудскую улыбку Ну, поговори Ну, улыбнись Ну, прямо сейчас вот улыбнись Смотри, говорю Я не буду на тебя смотреть На такую страшную Ай А, да Все, приятного аппетита Сегодня у нас что, какой-то праздник, что ли? Да Такой Не знаю Я прям что-то приготовила много Еще плюс десерт Пирог Да Ну что, разрезаем пирожок Вот такой вот он получается Пышненький довольно-таки А вот эта корочка вкусная Сейчас посмотрим, во сколько мне завтра Ну, завтра нормально Восемь часов То есть в семь часов мне нужно вставать Потом быть Да, в восемь часов Ровно в восемь мне нужно Входить И Ксюше тоже Максу, и Калини тоже Блин, я так Я сейчас хочу Прям сейчас Прям сейчас хочу уже Это все Для лагера Упаковать Здесь Я такой В общем Все мои рюкзаки Ну, мы точно Там будем снимать Влог Это точно Пятка, я моя Все, иди к своей хозяйке Пока Скажи всем Пока Всем пока Завтра, как обычно, да? Все, ребятки Мы будем укладываться спать Всем пока Все, спокойно Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok